К сожалению, достаточно много, и я, и каждый, наверное, встречает людей, которые стараются казаться не теми, кем они являются на самом деле, и образы многих из этих людей тиражируются массово, и вот этот вот такой легкий обман, он иногда распространяется на большую аудиторию. Очень часто, мне кажется, это происходит, и чаще всего, с политиками, которым надо действительно соответствовать некой идеальной картинке, рассказывать какие-то некие абстрактные идеальные слова, которые к личному внутреннему убеждению иногда не имеют никакого отношения, иногда просто противоречат тому, что человек, наверное, думает, а мы никогда не узнаем, что он думает, а может он ничего не думает, это еще страшнее. Ну, вот, так сказать, расхождение, содержание и обложки чаще всего, мне кажется, присутствуют действительно в публичной политике. Это как раз приводит к тому, что человек сегодня в одну сторону пошел, завтра в другую сторону пошел, хоть появились какие-то причины, он меняет свою позицию достаточно легко, при том, что, в общем, взрослый человек обычно последователен в своих пристрастиях каких-то. Ну, то есть, если тот же политик 10 лет ел назад спагетти, они ему нравились, вряд ли он, так сказать, с отвращением через 10 лет к ним относится, а свои взгляды 10-летней давности, он вряд ли, так сказать, за них подпишется. То есть, понятно, что было настоящим 10 лет назад, что абсолютно вымышленным. Ну, наверное, так. Продолжение следует...